Всем привет! Смотрите как восстановить данные с аппаратного RAID 5.0, собранного на контроллере HP P410. Как собрать такой массив, как заменить вышедший из строя диск и что делать, если контроллер не работает. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Как известно, пятый RAID сам по себе довольно надежный тип дискового массива, но не славится своей производительностью. Объединив несколько круг массивов с чередованием, вы получите RAID 5.0, что значительно повышает производительность и высокую эффективность использования дискового пространства такого RAID в сравнении с пятым уровнем. По производительности это приблизит его к десятому типу, но надежность такого RAID массива при этом будет меньшей. Данный тип RAID допускает отказ не более одного диска в каждом подмассиве. Далее мы разберем как создать RAID 5.0, как заменить вышедший из строя диск и что делать, если вы случайно удалили информацию с данного массива, отформатировали накопитель или же вышел из строя диск или контроллер, на котором был собран дисковый массив. Чтобы собрать RAID 5.0 вам понадобится как минимум 6 дисков. Контроллер HP P410 позволяет собрать дисковый массив с помощью BIOS и специальной утилиты. Чтобы попасть в BIOS контроллера во время загрузки после инициализации устройства нажмите клавишу F8. Далее, если диски пустые и не состояли в других массивах откройте пункт Create Logical Drive. Если с этих накопителей ранее уже собирался RAID его нужно сперва удалить, так как в процессе построения контроллер может их не отобразить. Для этого перемещаемся ниже до пункта Delete Logical Drive. Чтобы открыть его жмем Enter. Здесь клавишами навигации вверх-вниз выбираем ненужные нам диски и удаляем клавишей F8 и F3 для подтверждения. После записи конфигурации нажмите Enter. Теперь можно приступать к процессу создания RAID 5.0. Переходим в пункт Create Logical Drive. Пробелом отмечаем все диски из которых будет состоять наш массив. Жмем клавишу Tab для перехода к следующему разделу настройки. Устанавливаем отметку напротив нужного типа RAID. Выбираем из каких групп будет состоять массив, в моем случае с двух, так как у меня всего шесть дисков. Установив все настройки жмем Enter. После чего будет выведена информация о массиве, размер и тип. Для подтверждения записи конфигурации нажмите F8 и Enter для продолжения. Для отображения информации о массиве откройте пункт View Logical Drive. Если все верно, жмем клавишу Escape для выхода из меню настроек и дальнейшей загрузки. Далее нужно лишь зайти в управление дисками и размять дисковый массив. Присвоив ему букву и выбрав файловую систему. Для того чтобы собрать массив из загруженной операционной системы воспользуйтесь фирмовой утилитой для управления дисковыми массивами. HPRA Configuration Utility или HPE Smart Storage Administrator. Скачать его можно с официального сайта. На вкладке Configuration выберите ваш контроллер и в правой части окна нажмите Create a Rate. Отметьте диски из которых будет состоять ваш будущий рейд и нажмите ОК. Далее кликните по кнопке Create Logical Drive. Выберите тип массива, число групп, размер блока. Если нужно, задайте определенный размер диску. Активируйте кэширование, а затем Save для подтверждения. Массив создан, осталось его разметить в управлении дисками. Для замены вышедшего из строя диска достаточно просто заменить его на рабочий накопитель. После чего Rebuild должен начаться автоматически. Чтобы определить какой носитель не работает в программе, разверните вкладку с устройствами хранения. И по серийному номеру посмотрите какого из дисков нет в списке. Если у вас есть дополнительный слой для подключения, можно вставить диск без замены и назначить его запасным. После чего контроллер определит автоматически вышедший из строя диск и начнет ребилд с новым носителем. Назначить диск запасным можно в BIOS в разделе Create Logical Drive. В этом пункте отметить его как запасной. А процесс ребилда можно проконтролировать в программе. В случае выхода из строя контроллера вам не удастся достать данные с дисков без его замены. Если заменить контроллер не удалось, воспользуйтесь специализированной программой для восстановления данных с RAID массивов – Hetman RAID Recovery. Утилита вычитает всю информацию о контроллере, на котором был создан массив дисков, и вас создаст разрушенный RAID. Подключите диски напрямую к материнской плате компьютера и запустите программу. Прежде чем приступать к процессу восстановления, вы должны позаботиться о наличии накопителя с размером равным или большим объему восстанавливаемой информации. Еще в процессе подключения накопителей может возникнуть вопрос с недостаточным количеством SATA портов и разъемов питания. Для этого есть различные переходники и расширители, их различные модели вы сейчас видите на экране. Как видите программа без труда собрала наш RAID и отображает всю известную на нем информацию. Кликните по диску правой кнопкой мыши и запустите быстрое сканирование. Отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить. Еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти утерянную информацию, выполните полный анализ. В том случае если программе не удалось автоматически определить и собрать ваш массив воспользуйтесь RAID конструктором. Но для этого вам нужно знать всю информацию о вашем массиве. Выберите пункт создание вручную и нажмите далее. Затем укажите тип RAID, порядок и размер блоков, количество дисков в группе, выберите диски массива и укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми. Указав все параметры нажмите добавить. После чего он появится в менеджере дисков. Осталось его просканировать и вернуть данные. Данный тип массива остается работоспособным при выходе из строя одного диска из группы. То есть если вышло из строя два диска, по одному из каждой из групп он остается работоспособным. Программа способна вернуть информацию даже без двух дисков. Но если это накопители из одной группы, часть файлов будет повреждена. Потеря данных часто происходит, когда жесткие диски меняются местами или помещаются на другие машины в попытке восстановить массив. Внимательно следите за всеми действиями и не соглашайтесь на инициализацию или форматирование дисков, которые предлагает другая система. Форматирование загрузочного диска или раздела может повредить или удалить чередование, что снижает возможность восстановления данных и приводит к безвозвратной потере. Прежде чем предпринимать какие-либо действия желательно иметь резервную копию носителя. Для предотвращения потерь информации не забывайте делать регулярно резервное копирование критически важной информации. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.